В одной из первых групповых игр на лед вышли Метеор и Спортима. Матч был напряженный, завершился победой первого. И это только добавило интриги финалу, в котором давние соперники встретились вновь. Возьмет ли Спортима реванш или Метеор окончательно докажет свое право на кубок? Этими вопросами задавались болельщики на трибунах, хотя в своих размышлениях приходили к одному – силы равны. Ну, они равны по силам команды, мы все-таки люди хоккейные, так что тут в чью сторону весы бы перетянут. То, что игра не будет простой, стало понятно с первых секунд матча. Правда, шайба в воротах Метеора оказалась только в середине первого периода, но не была засчитана из-за создания помех вратарю. Уже через минуту хоккеисты Спортимы атаковали соперника повторно, на этот раз успешно. За считанные секунды Метеор отыгрался и сравнял счет 1-1. К концу первой 20-ти минутки обладатель Кубка Вызова прошлого года забил еще одну шайбу, как итог на табло 2-1 в пользу Спортимы. Есть такая тактика – не расходовать энергию, силы и удерживать просто счет. Вот произошла такая, так скажем, коварная ситуация, когда держали счет и получили, причем играли в большинстве и получили обратную шайбу. Сейчас придется мобилизовать все силы. Удалось мобилизоваться во втором периоде и Метеору, сравняв счет на пятой минуте, а на одиннадцатой и вовсе уйдя в отрыв 3-2. Но и Спортима была решительно настроена на победу через 7 минут на табло 3-3. До конца матча счет не изменился, поэтому исход финала решила серия булитов. Ворота Метеора защищал олимпийский чемпион Николай Хабибуллин, вратарь Спортимы, чемпион мира Илья Брызгалов. По результатам послематчевых бросков обладателем Кубка Вызова в этом году стала команда Спортима. Очень хорошая команда, мы с ними играли в группе и обе команды были достойной победы, но булиты это лотерея, нам чуть больше везло больше. При такой хорошей игре вратарей, которые держали всех в игре, голые приходили с такой тяжестью и в силовой и такой жесткой борьбе. Поэтому практически равные команды, немножечко метеор посвежее был сегодня, потому что они вчера пораньше сыграли и у них полуфинал был не очень сложный. Вот мы дотерпели и так вот сложилось в конце, нам повезло. Спортима стала обладателем Кубка Вызова уже в седьмой раз. Привыкнуть к победам нельзя, признается тренер команды Игорь Ясмантович. Каждый раз это спортивная война, понимаете, сущность спортсмена, его психология нацелена на победу в каждом матче. Поэтому он 10-й, 20-й, 30-й. Это каждый раз новое соревнование, каждый раз вызов, каждый раз новые эмоции и новые победы. Поэтому кто станет обладателем Кубка Вызова покажет время. Следующий турнир, который будет уже 14-м по счету, пройдет в Одинцово ровно через год.